Я слушаю. Слышно? Слышно, да, хорошо. А меня слышно? Микрофон. А у меня слышно? Так слышно? Да, так слышно. Хорошо, давайте. Вопрос такой. В Писании упоминается сотник корнилей благочестивый. Есть такой вопрос. Почему ему не было предъявлено никакое обличение о том, что он воин же? Командует воинами, и воин там упоминается тоже благочестивый. Почему не было обличено, что они убийцы или убивают кого-то? Да, потому что это последний день. Житие святых говорит, он сразу сложил с себя сан. Бог-то знает. И он все вышел, уже не военно обязанный, и пошел проповедовать. А священники это скрывают. А житие написано святым Дмитрием Ростовским, митрополитом. И переиздают эти издания. Считать надо? Зачем ему говорить об этом, когда и так понятно? Ученики говорили, огнем пожечь надо. Скажи, Господи, не приняли. Он говорит, не знайте какого духа. Если написано было ненавидеть врага, я говорю, любите врагов, просто не трожьте. А любите. Вот и все. Как Елисей. Пленных взяли. Смотри, убить надо, а ты завоевывал их. Накорми, напои, посади, перебежи раны, отвези домой. Больше сирийцы не приходили. Вот поэтому и Корнилий, и Лонгин, они все пошли на проповедь. Ни один не остался служить. Это скрывают. А сейчас говорят, ну канон есть такой, что песком можно крестить. Вот песочные пошли. Канон нашли, песком. Написано, от воды и духа, а тут от песка и от брюха. Ну все, Александр. И вот спаси Христу, он священку очень. Аллилуйя. Ну что ему говорить, когда он уже, он когда раскаялся, он уже только погоны были у него на нем или нет. Жития святых. А сектанты на это ответить никак не могут. У них нету дальше. Вон Библию-то эту укоротили на 11 книг. А мы православные, у нас всем библищая вера. Мы знаем, откуда происходит какая религия, где сходство, где можно что-то взять доброе. Вот у мусульман, как они хранят своих жен. Почему нам нельзя, чтобы как одевались прилично. Она идет и платье в пол у ней. Не где-то, а в Хабаровске. Одна стоит, главное, в парке и платье такое. Я помню, по Болгарии ехали, тут красный свет и остановились. И на первом месте машина стоит, женщина молодая, одета хиджаб на ней. Ни одной волосинки не видно. А я вот так вот, глухонемые показывают, вот так вот, и к сердцу. И поклонился я, и показываю одежду тебе, она улыбнулась и мне поклонилась. Вот как наши сестры. Ну, некоторые тут просто платки подвязали, а некоторые, вот здесь я вижу, вот Екатерина Семенова тут. Ну, может, я не всех и вижу. Вот, тут Надежда Уткина, та вообще одета, у ней даже, да, одинаковые они. И тут вот я вижу, что тут еще. Нина, я не знаю, тут новенькие. Ну, короче, так, Марина вот тоже платок одетый. Елена Туткиненко, наверное, неплохо, но не по-церковному, так скажем. А по-церковному, вот Ксения Михайловна тоже одета, все. Ну, а смотрите, как вот другие сестры. У мусульман, у ней грудь закрыта. Ни сантиметра не видно. Это доброе дело, доброе. Они пятикратно в день собираются. Она, собери, попробуй. Это мы здесь, маленькая группа. А остальные это знать не знают. Я православный. Прошло исследование в нашем университете. Три года брали у них ответы. Там три тысячи человек, студентов. На триста крещеных, которые назвали себя прорастовым, только один ходит в церковь. На триста человек. То есть 0,3%. А остальные враждебные, готовые сегодня же начать уничтожать церковь. Как опрос провели пятого курса юридического факультета. И говорит, ну, самое большое ты можешь быть таким-то прокурором. Ну, вот сколько? Ну, зарплата большая. Правда, большая зарплата. Ну, а если дадут там взятку 50 миллионов, они глаза вытаращили. И почти все подняли руки. Я готов взять взятку. Но только чтобы не попасться. Это юристы говорят. А что спрашивают с простых? А верующих хоть золото насыпь? Нельзя. Бог сказал. Всякая ложь от дьявола. Евангелия Тяна 8,44. Он лжец. Мы должны знать, откуда корни доброты у нас идут. Почему мы не можем согласиться на то, что они делают? Вот вчера разговор шел о непокорности отрока. Что столько-то ему там неполных 13 лет. Мать переезжает, думает, а он нет. Это ни в Библии, ни в житиях. Нигде этого нету. А где он? Ненцы переезжают, чумы, оленей кормят. Он один останется в тундре. И так до этого безумие полное. А почему? Потому что к нам если приехать она решила, то его игры сатанинские эти по телефонам везде кончились. И сатана его крутит на месте. Причина-то одна. У нас было 10 детей в семье-то. Мы как-то превыше. Да я директор детского лагеря образовал, его 45 лет. Я натуру и хорошо знаю. С каждым годом только хуже делаются. Я перестал в лагерь принимать тех детей, которые играют в игры компьютерные. Это бесполезно брать его. Он помешанный. Он ненормальный ребенок растет. Ну вот, попутно вам сказал. Александр, еще касается Корнилия. Вообще Корнилий-то был язычник. Он и жертвы идолам приносил, потому что там все приносили. Но ничего же ему никто не обличил в том, что, ах ты, идол и поклонник. Поэтому так даже и такой вопрос не может ставиться. Он обращался сейчас к Богу. И зачем его обличать, если он и так это все бросит? Да к начальнику тюрьмы-то обратился, когда Павел там воспевали. И тоже им не сказано было. Ты уходи на гражданку. Понятно. Жития говорит, что он, его не знаем, как звать, но считается Стефан. Павел, говорит, крестил Стефана. Вот его, Стефана, в честь этого тюремшика названо. Тоже ничего не было сказано. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И Евангелие все выжигает. Покайтесь в прежнем, что-то у тебя было. А теперь, кто внушил бежать от будущего гнева? Дух Святой. А то, какая разница? Вчера, который зашел один-то, он свободного духа, христианин. Еретик. Скажет, а чем вы занимаетесь? У меня, Надежда, тут рядом, она, второй домик там, она одна находится. Вот. И мы веревочку вчера там на столбы сделали, чтобы утром шла, держалась. А сейчас мы туда электричество провели на улице. Потому что все темнеет, темнеет, пять часов. О, вчера один зашел тут, племянник, приехал. Научный работник, в институте, не просто так. Дочью у нее назвали Сара Марковна. И говорит, вам столько лет, и вы так любите. А я этого слова и не знаю, любите. Я знаю, что надо сделать. Любите. Надо слово любовь маленько разгладить. Мы обязаны это делать. Я люблю Бога, люблю ближних, как себя. Я этого не знаю. Я вижу, что человек, он нуждается, и все. А у американцев, у них так, я люблю тебя. Я люблю тебя. Там, к матери, я даже не знаю, как бы я матери сказала-то. Я ее сын. И тут все ясно. Ну, и никого нет, я ухожу тогда. Аминь, спаси Христос. Аллилуйя. Ответы на облазы. Ответы на облазы.